привет мужик на связи шамшурин ты дождался часа x то есть я сегодня собираюсь отвечать на твой вопрос ну твои на вопросы других таких же парней как и ты я так давно выкладывал видос где бы сказано о том что задавайте свои вопросы в комментариях я буду на них отвечать потом честно ребят просто не было времени вот и на ваши вопросы я не ответил я уже смотрю там ребята пишут что задавать бесполезно и так далее задавать не бесполезно просто сейчас вот появилось время и я с удовольствием на них отвечу чему бьет час сейчас я просто буду их читать у себя вот компьютер и соответственно них отвечать так поехали значит никто александр пишет меня вопрос по поводу мотивации у меня как-то вообще нет желания знакомиться с девушками так как жениться рано а на одну ночь как-то не по мне используют не охота а используют ну конечно как и во всех временах хочется познакомиться но не начинать думать сама цель пропадает так вот как создать себе саму цель и мотивацию себе я не знаю ребят первое слово которое приходит мне на ум не дрочить посмотрите мотивация простая реально вы хотите снимать там с одной стороны я так понимаю человек александр хочет там заниматься пикапом да вы страны ему там что-то в лом что-то лень то есть во первых ты не дрочишь и не занимаешься сексом ни с кем и твоя физиология твой член там очень половая система она рано или поздно скажете мужик я больше не могу пойдем уже искать себе девушку это первый способ второе чем не в голову приходит это не способ это объяснение наверно то что короче это какой-то самообман уже я думаю что за отсутствие мотивацию тебя просто скрывается страх какой-то страх и комфортно страх подходить и так далее даже ты научился все равно чаще долгое время будет вот какое-то волнение какой-то страх какой-то адреналинчик и вот таким образом он скрывается именно за за твоим вот этим нежеланием ну так попробуй заставь себя скажу себе я хочу от начала и до конца пройти этот путь познакомиться с девушкой там пригласить на свидание там заняться сексом не знаю если захочется продолжать общаться сделать так один-два-три раза и мотивация либо появится либо либо да да я не знаю чем тебе помочь ладно следующий мужик пишет юзернейм внимание внимание а это видимо чтобы я увидел вопрос можно сказать о том как перестать бояться кинестетики постоянно какие-то тараканы в голове связанные на эту тему как выкинуть все из головы начать трогать девушек и не бояться результатов порой даже обнять девушку на прощание бывает довольно таки страшно какие может подсказать прием упражнений как постоянно перестать этого бояться ну во первых ты можешь короче уколоться кефиром в пятку и тебя обставят так что ты будешь не бояться ничего ну ладно шучу смотрите по поводу бояться кинестетики или нет я вспоминаю свои первые свиданки то есть у меня просто реально тряслись руки я этими трясущимися руками трогал девушку и самое обидное было когда вот эта девушка и говорит тебе слушай а у тебя руки трясутся я думаю что вот зачем рассказал я еще больше начинал волноваться еще больше не здесь вот единственный способ только делать внуши себе осознай сам что без кинестетики как бы тебя не будет и как бы не было страшно ты делаешь ты делаешь ты это сделаешь пять раз десять раз я тоже думал что прикольно человек человек узнать раз десять раз сделаешь то есть не знаю у каждого свой путь сколько раз нужно будет сделать тебе чтоб перестать бояться я не знаю но выход только один мужик то есть иди туда где твой страх там твое силу данном случае ничего другого не посоветую следующий вопрос в голову такая тема расскажи про свои первые попытки в плане пикапа расскажи про своих первых девок как ты знакомился на каком свидании был секс кроме того ты часто вскоре вспоминаешь своего охуенного друга миши расскажи про ваши с ним похождения поля бля короче вопрос очень долгий ребят я думаю как нибудь я вы уже отдельный видос на эту тему потому что сейчас я буду рассказывать вот там два-три часа может быть даже может быть даже дольше чем могу сказать что я стал ребята как минимум не меньше вас потому что у меня еще была социофобия и даже просто подходить делать привет а для меня была просто катастрофа это первый момент второй момент что я это все делал один до меня там пинал мой друг то есть который уже был в теме но я у него спрашивал какие задания там на тренингах были он мне рассказывал я просто шел и один это дело меня никто не пинал но об этом в другой раз это отдельная история следующий вопрос как думаешь что важнее при знакомстве знание пикапа вдоль и поперек или же прокачанный инстинкт все женщины мечтают о высокорандовых но если ты таким не являешься девушка тебя быстро раскусит и знание пикапа не поможет по сути высокоранговым самцам пикапа вовсе не нужен так как у них и так хватает девушек получается что пикап в основном пользуются не скорангами не мужик это не так ну что значит высокоранговый то есть это значит там богатый какой-то или что-то хозяин заводов и пароходов смотри чувак то есть да я слышал такой выражение что пикапа туда способ ебаться для бед но прикол в том что как бы я знаю очень много высокоранговых таких как ты выражаешься мужчин да то есть они приходили ко мне учиться и так далее то есть там чуваки приезжали там на рейндж-роверах на каенах там и так далее и тому подобное но прикол в том что у них были проблемы с девками то есть как правило таких мужчин нет проблем пить девку на ночь или там снять какую-то элитную проститутку деньги они цепляются за них сами эти тёлки и потому что значит что можно подоить бабла и по ней как мы сами легче идут на контакт но что касается той самой там любимой женщины хорошей девушки да я иногда пью эту гадость зато она диетическая вот то есть такой они найти не могут потому что не надо естественно развиваться во всех направлениях да то есть нужно не стремиться стать высокоранговым да и развиваться в плане пикап потому что если представь что будет если совместить высокорангового самца как ты выражаешься и знание пикапа в нем то есть это будет просто машина для обольщения женщин так чаще тут хочу сказать таким являешься во первых смотри девушки тоже бывают разные и мне слава богу везет в том смысле что я я им сразу говорю как есть да я не миллионер там я то есть я им даже иногда говорю чем я занимаюсь хотя это палево вот и они общаются со мной это их выбор то есть слава богу в москве конечно очень много женщин которые хотят бабла там и отхватить себе то принца на белом коне но слава богу есть девушки раз сам глажут и не был совсем чмошником каким-то до который там работает не знаю за копейки где-нибудь в какой-нибудь там какой-то конторе да то есть ребята понимаешь что кто-то смотрит у вас денег нет да что ты угораешься вот я к тому что нам всегда стремится да то есть понятно что если ты сейчас работаешь там получаешь 10 тысяч рублей не знаю как стрёмные шмотки у тебя нет уверенности в себе что самое главное пожалуй да там и там ничего как бы с тобой поговорить особо не о чем допустим то что живешь там в каком-то узком мерке работа дом работы дом то навряд ли девка там которая входит там дорогой шубе так есть на дорогом авто на тебя победил женщина это в принципе повод развиваться это стимул к развитию я считаю что если бы не было теток вообще не было женщин представь их просто нет то все мужики бы ходили жирные бедные с вонющими носками никому не нужны были бы дорогие тазики там одежда часы и всем было бы абсолютно кофе то есть развивайся мужик и не знаю надеюсь я ответил на твой вопрос что-то заболтался следующий вопрос night wolf какой-то пишет во это на твое что на твой взгляд означает легендарная женская фраз я подумаю когда предлагаю встретиться девушки снова после проведенного первого свидания ну или вообще когда предлагаешь сходить на свидание впервые а девушка говорит эту фразу моя мысль по этому поводу а мысли твои читать не буду отвечу сразу вопрос то есть есть такая хорошая поговорка если дипломат говорит я подумаю он умеет и имеет виду нет если дипломат говорит да он имеет виду я подумал если дипломат говорит нет значит это херовый дипломат непрофессионал разговаривать вот смотри что касается женщины если женщина говорит нет она имеет виду я подумаю если женщина говорит я подумаю она имеет виду да а если женщина говорит да значит это легко доступная женщина шлуха ну как то так почему они говорят для того чтобы сложить себе ответственность естественно они до последнего будут не будут тебе говорить что будет секс что я хочу там тебя да там то есть пока у вас его не будет это всего лишь больше фраза которая означает все ништяк мужик действует дальше просто она складывает себя ответственность и опять же она как женщина не должна показаться доступны в твоих глазах что ты хочешь чтобы она ответила тебе конечно да я сегодня приеду отсосу тебя такого не было чего сама центр как следующий вопрос следующий вопрос михайлов крестьян владимир привет у меня два вопроса первое с девушками все хорошо вожу по кафешкам кого-то домой короче набираюсь опыта при этом используя какие-то фишки из тема пикам всегда боялся каких-то непонятных испытаний типа подойти к 100 девушкам за час или там бегать галышом по городу как ты думаешь эти моменты чисто для прикола ли они могут дать какой-то выход в дальнейшем это первый вопрос твой смотри ну это не для прикола во первых начнем с того это не обязательно делать тебе здесь ты считаешь что вот это бы тебе не мешало то сделай если ты считаешь ты так все хорошо то не делай для чего это ну это скорее всего для самого себя чтоб прокачаться если сейчас побежишь галышом галышом по городу то поверь мне если ты после этого правду же оденешься и пойдешь подходить к телкам они будут на тебя реагировать тысячу раз лучше чем было до этого то есть ты сделал что-то какой-то усилий на собой то есть ты преодолел какой-то свой страх какой-то комплекс и это тут же отражается на каком-то там мужском состоянии то есть момент сообщений на плюс там повышается какой-нибудь тестостерон там адреналин и так далее девки все это чувство хочешь делай хочешь не делай хуже не будет если сделаешь если не сделаешь уже не будет тоже второй твой вопрос что ты можешь сказать об образовании в целом вышки и так далее из-за того что я забросил вышку у меня всегда ощущение что я от что-то упустил и когда-то это мне выйдет боком постоянно думаю попробовать вернуться или остаться на прежней работе параллельно продвигая свои темы какие-то для того чтобы зарабатывать денег заранее спасибо но у каждого сомнение у меня мнение такое что как бы ну выше образование хорошо да у нас такое завдопское воспитание но как тискать а если нет высшего образования то это и неплохо ну вот из моей практики то есть из моей жизни из жизни там моих друзей каких-то там не все слышим вы завали вот прикол в том что ты можешь иметь как тут нет недавно один хер писал мне в комментариях ты можешь иметь там три высших образований два высших образования на 3 совершенно не показать от того что ты умный ты можешь не иметь ни одного высшего образования пойти торговать китайскими тапками на рынке через два года заработать себе блять не знаю на алексус какой-нибудь там на мерседес и так далее то есть ну как бы с краткой образование это наличие диплома никак не показывают мудрость и умность человека и опять же чек может быть умным как в понятии в таком знаешь там он красиво говорит там он знаешь и такое блять марианская впадина то мы тут над девками недавно угорали они не знают вот но при этом он не мудрый по жизни не умный да то есть ему подойдут какие-то цыгане они его просто разведут как лоха поэтому ну какое отношение то есть я вам не буду навязывать свое мнение отношусь так что ну если она есть то хорошо если его нет то тоже не будет но во всяком случае это явно не повод для того чтобы начал сейчас париться что ты чё-то пустил блять там еще что-то чувак поставьте цель заработай бабла прям нормально а потом вот просто для галки сходить там и не знаю запишись там за очки в институт там помучайся три года закончил просто для себя ну я буду так тем самим следующее некие эквар экстра вова здорово меня вопрос по поводу жестов при общении с девушками особенно при знакомстве нужно а нужно ли жестикулировать и может быть есть какие-то особенные движения руками которые надо уделить внимание ли с этим вообще не стоит на борьба подходящий грамм или как там я вас не умею так делать это особенный движение руками не мужик можно вот так еще подходить вот что касается моего друга миша гринберга который сейчас живет в германии того еще и его ли террористом вот когда мы тусовались вместе там самаре у нас тусовки как бы меня называли животным а его называли роботом потому что меньше подходил просто вот так вот привет я вижу это то есть овощи не шевелился блять у него не может секуляции в принципе в этом беребалку на тот момент реально больше делать чем я бы намного если ты сам все человек и так темпераменты какой-то как вот там не знаю итальянцы или парни с гор то есть не знаю стикулирует до главные ну не хватаю раньше времени если ты чувак спокойный там размере не жестикулирует то есть такого критичного значения жесты не не имеют до трогать нужно но трогать нужно своевременно и плавно то есть то что я показываю на видео что я там сразу хватают за сиськи за письки то есть по сути дела вот когда я соблазняю для себя я немножко меньше этого делал то есть это я показываю что ты понимаешь что это в принципе можно и при этом девки нормально ведутся для того чтобы вызвать доверие нужно немножко меньше меньше это делать или как-то через более долгое время что-то следующий вопрос у меня проблемы с никита качнов у меня проблема с коммуникацией часто при общении с беседником возникают неловкие паузы оба молчим пытаясь такие моменты что-то сказать что-нибудь спросить но ничего на ум не приходит а если что-нибудь скажу то что нибудь глупо и как развить навык общения чтобы не было с этим проблем не полезть за слов в карман особенно с девушками а это уже 2 2 целый вопрос смотри отвечает константин друзь господин друзь или кто-то вот господин друзь александр друзь простите я если он увидит это видео то я дико извиняюсь очень умный мужик смотри во-первых самое главное что я тебе посоветую что ты не заморачивался насчет этих пауз то есть чем больше насчет них заморачиваешься тем больше насчет них заморачиваешься то есть ты пойми что это нормально да девки бывает как бы двух видов в основном бывают те которые умеют поддержать разговоры интересные общительные там они сами что-то спрашивают блин у таких процентов наверное 30 из 100 остальные 70 в основном сидят щелкают клювом и ждут когда ты их развлечешь когда ты пожонглируешь я таких девок не люблю во-первых старайся общаться все таки с теми которые идут на контакт а во-вторых во-вторых ну больше общаться с людьми во-первых да во-вторых делай там упражнение горлом но это я подробно объясняю на тренингах то есть сейчас ничего про это не могу сказать у меня есть один видос который как развить коммуникацию что-то подобное там есть ну там все очень поверхность делаю упражнение бредогенератор то есть если ты не знаешь что это может но к сожалению я не могу тебе раскрывать всех тайна своего тренинга я и так очень много информации даю свободный доступ то есть и ну самый минимум просто общайся как можно больше со всеми ставишь ты в магазине в на кассе тебе пикуют продукты а ты раз там что-нибудь зацепил продавщицу там типа там устали наверное да там и что там ой да до меня вообще была бабка такая вредная хихихаха то есть открывай вообще любую коммуникацию как можно больше это первое и второе не заморачивайся паузы должны быть чувак без них никуда я туда на самом деле бухла налил ребята сижу бухаю сейчас меня понесет так привожу девушек домой уверен в себе и в скором сексе но добрая половина из них нереально бунтует когда дело доходит до трусиков и самого секса я не такая я не хочу секс и так далее как эффективнее всего про обработать такое как эффективнее всего обработать такое достичь желаемого результата мужик смотри это нормально я тебе скажу так то есть вообще есть такая пословица одна очень умная женщина психолог мне ее рассказала она говорит поговорка не знаю она говорит если женщина пришла к тебе вечером то она должна быть либо женщиной либо никем то есть это говорит о том что если она пришла к тебе домой то как бы значит она уже в принципе согласна на секс но ей надо максимально свалить себя ответственность что вот я не шлюха я же не такая я же думал что ты меня просто чаем напоешь все она прекрасно знает и все она прекрасно думает да есть такой момент он называется битва за трусы если в двух словах ты ее возбуждаешь ну там всячески не только то есть ты целуешь ты делаешь там массаж кладешь ее на живот покусывающий каждую косточку на позвоночнике там она уже будет лежать вот я не буду тебе сейчас конкретно все рассказывать все свои фишки да то есть в двух словах то есть нужно совмещать два потока то есть ее возбуждаешь и ты параллельно словами обрабатываешь ее возражения мы живем всего один раз жизнь очень скоротечно нужно жить здесь и сейчас ты знаешь нам обоим будет очень хорошо то есть я не сделаю тебе ничего такого что тебе самой не понравится я здесь только для того чтобы сделать тебе что-то приятное рискни не знаю я бы про вселенную затер в смысле что че ты ржешь тебе блюдо что ты знаешь если вселенная тебе посылает что-то хорошее нужно обязательно брать потому что ты это не возьмешь в следующий раз когда тебе захочется классно там общение с хорошим парнем она тебе скажет хер тебе я тебе предлагал это реально так это так и работает то есть еще раз слова и возбуждение совмещаешь следующий вопрос павло белуцкий частые ситуации когда интересная девушка идет навстречу например по аллеям обычно это заканчивается переглядыванием и смущенным отводом глаз в сторону когда сталкиваются взгляды как действовать если протупил и прошел мимо или выработать рефлекс сразу в упор подходить обычно в видео ты подходишь сзади и сравниваешься с походкой ну во первых старайся заранее ловить какой-то ай контакт да контакт глаз смотри в глаза а во вторых если даже ты протупил ты просто берешь себя за яйца поворачиваешь себя за яйца в обратную сторону догоняешь его и скажешь постой я хочу с тобой пообщаться не бойся смотреть в глаза смотри есть такое упражнение просто начни смотреть в глаза всем людям ты спустился в метро там сидят какие-нибудь парни там а я в станции не знаю там или какие-нибудь там дагестанцы или там чеченцы не знаю кто угодно они вот заметь как они вообще смотрят они смотрят людям в глаза очень уверенно и жестко попробуй также смотреть на вообще всем блин не только тёлка в глаза начни смотреть людям в глаза вот идешь ты конечно там чувствуешь грань что если какой-то там борцюха идет короче такой смотрит на тебя и уже все сейчас будет конфликт да до такого не доводи но вот так если ты начнешь людям вообще в глаза смотреть ты заметишь как люди все отводят глаза люди ссадно смотреть в глаза реально в россии одни сукуны все ссадно смотреть в глаза ну вот основная масса будет у нас там прикольный случай был с Илюхой ну ладно я не буду рассказывать так короче к нему подошел борцуха то есть стоял Илья ну как бы Илья о проекте твоей да то есть и он не знаю что за бзик он просто рассказал что я стою смотрю там идут спортсмены такие сумки я просто смотрю вот так в глаза и они прошли вроде один такой шел шел остановился такой к нему подошел так он начал смотреть типа там ты ничего не попутал он такой нет а ну ладно то есть это чревато чем-то да но пытаюсь смотреть в глаза почаще так Максим Тимошенко Вова у меня такой вопрос я подошел к девушке пообщался с ней она сказала что у нее есть парень ёб твою мать и я застрелился нет я попробовал взять номер но не получилось через пару дней я вижу ее с парнем это действительно ее парень а не друг но когда парня нет рядом она на меня смотрит довольно часто подскажи я правильно понял что она ждет чтобы я действовал слушай ну теоретически можно это воспринять так то есть как говорят психологи человек никогда не будет смотреть на блевочину ну тебе неприятно смотреть на говно и на блевочину извините за выражение конечно но я такой то есть ты не будешь любоваться ей боже блевочина ты будешь смотреть на то что тебе нравится раз девка у тебя смотрит логически значит что ты ее чем-то заинтересовал вот и я считаю что есть смысл попробовать мужик когда я парень где-нибудь там раствориться ненадолго попробуй еще сделать попытку попытки не пытка я не дайте никаких гарантий что это сработает я тебе говорю о том что я бы сделал так так Иван Петров у меня вопрос можешь ответить по поводу того что не будут ли девушки думать что к ним подходит какой-то маньяк или аферист Альфонс который сразу так настойчиво обнимает и целует при первой встрече мне кажется что для девушек это дико когда парень после трех дней знакомства обнимает и целует слушай это дико чувак но с чего начать во первых даже если девка что-то и подумает ну явно не то что ты аферист или там жигала или маньяк ну маньяк может она и думает в хорошем смысле то есть во вторых смотри прикол в том что ты себя ведешь необычно и вот как раз это поведение девки и сносит крышу то есть это некий крышеснос о котором вы можете читать там во всяких книгах и публикатор то есть вы ведете себя не так как все остальные вы разрешаете себе гораздо больше чем другие да прикол в том что я на видео это делаю грубовато еще раз говорю если вы знакомитесь для себя может быть чуть помягче это делать хотя когда как я иногда и еще жестче делаю вот такой прикол там нормально все станете да все нормально вот что-то я хотел важное сказать вот и опять же всегда есть определенный риск то есть риск девку не заинтересовать девку не соблазнить девку потерять поскольку как бы у меня с ними нет проблем то есть на чего я желаю каждому из вас мне в принципе мне пофер реально мне пофер подойти к девушке там не знаю согласится она на меня на общение со мной дальнейшее значит да примет она меня такого ебанутого который трогает ее значит да если нет я просто научился себе говорить значит это просто не моя девушка вселенная обязательно пошлет мне какую-то следующую которая будет моей девушкой так следующее у меня вопрос наверное глупый для девушек иногда бывает значительно у меня была девушка все было круто но у нее был бзик насчет роста парня но мы и были одинакового роста но она все время мне что-то там не дочитала но скорее всего все время мне говорила что типа ты там низкий да то есть ты пиздюк мужики вот посмотрите парни невысокого роста мужчины вот такие уже которые состоявшиеся они как правило все ездят на больших здоровых тачках типа джипов то есть они как бы чем-то компенсируют видимо отсутствие роста и все они как правило если я говорю об успешных мужиках они с такими двухметровыми телками которые выше их то есть маленький рост это ни разу не показатель ничего да многие девки говорят ой я люблю высоких то есть но она больше полюбит твой мужской стержень да твое внутреннее я какое-то чем рост отойдет на второй план если ты покажешь ей что ты мужик на самом деле вот многие которые невысокие вот у меня на тренингах они палятся подходить боятся подходить к высоким девкам то есть если ты боишься наоборот подходить пока ты будешь думать что с этим связана какая-то проблема так так она и будет эта проблема у тебя у меня был такой друг Саша лазаренко то есть он сейчас сидит ну как была не будем об этом но вопрос в том что он всегда был невысокого роста у нее брат был такой Женя но когда мы жили там в Самарской области они переебали всю часть этого поселка в котором я родился и жил там до 15 лет то есть абсолютно всех девок ебабельных они перетрахали рост здесь абсолютно не при чем думаю я ответил на твой вопрос здорово мужик я уже задавал вопрос но ты так и не ответил я думаю эта тема интересует многих есть ли реальный и работоспособный метод выйти из френдзона длительный френдзон от 5 лет и более как говорится нет ничего невозможного да но чем дольше это френдзона тем хуже есть вариант просто не знаю пригласить ее на свидание и начать ее дико лапать там возбуждать и так далее но здесь будет прикол в том что девка будет она будет тебе говорить чувак ты че мы же друзья мы пять лет дружим ты охуел ты что делаешь я сейчас уйду и вот тебе реально будет сложно из за того что она говорит разрешать себе трогать потому что она имеет на это право потому что ты почему пять лет ее не ебал а тут раз и вдруг собрался скорее всего это значит чем закончится тем что ты и дружбу с ней потеряешь хотя блять вот трагедия потерял дружбу с девкой блять найдешь себе другую а вообще как бы самое оптимальное решение это не вот не цепляются за нее потому что блять я ссу подходить к другим девкам да и вот вдруг эта подруга там образумится она уже никогда не образумится может она никогда уже не будет воспринимать тебя как мужчину она будет воспринимать тебя как вот могу щеку алё а заедь за мной я в клубе время три часа ночи пожалуйста забери меня и ты подрываешься едешь на тачке блять и через 33 пизды забираешь эту девку как бы и думаю что мне поставят еще одну галочку когда-нибудь дадут ни хера такого не будет уже как бы ну чтобы долго не рассказывать я могу вот если ты мне сейчас дашь конкретную ситуацию расскажешь какие-то там все моменты все досконально я попробую там тебе помочь допустим да но если в двух словах забей на нее просто и не повторять таких ошибок в следующий раз вот и все это реально ошибка вот чем прикол чуваки боятся трогать там поэтому френд зоны наступает то есть что 1 сюда не трог 2 3 а девка ждет продолжение общения нас тобой общается для того чтобы когда писать его нет у нее все интерес тебе как мужику просто пропадает напрочь вот а мужик сыт потрогать он боится потому что он думает что ой а вдруг она сейчас уйдет чувак ты пойми что тебе в любом случае нечего терять если ты ее сейчас потрогаешь и она взбесится скажет отстань от меня ты меня лапаешь уйдет что кстати бывает очень очень редко как бы вот она уйдет что ты будешь с ней дружить и можно сказать то же самое ты с ней дружишь ты ее видишь но ты еще больнее потому что смотришь как она наклоняется там завязать шнурки да на ее жопу и понимаешь что эта жопа никогда не будет твоей так здорово мужик я уже сдавал это мы ответили так станислав гостев вов у меня вопрос если меня с девушкой все хорошо мы общаемся гуляем надо ли передать предпред предлагать встречаться а или девушка сама поймешь что мы начинаем встречаться вот ребят это такой детский сад по поводу встречаться я не знаю там давай встречаться я вон с тимой который снимает это видео тоже периодически встречаюсь не пара или там с другом сашей я иногда встречаюсь с гаишниками дай бог им здоровье на дороге что я с ними не чувак то есть а у вас секс был встречный вопрос да я думаю что нет смотри мужики это все детский сад девка тебе ничем не обязан даже buat чьи щас порежהте вену там вот мы теперь встречаемся блат ничем не обязан пока ты не займешься с ней сексом она после секса тебе ничем не обязана но пока ты не займешься сексом вообще что она с тобой есть что бы с тобой нет причем сексом качественно и тогда и там где ты прочь и когда ты хочешь никогда она хочет хочу сказать после секса само по себе разумеющееся что ну как вы вроде уже встречаетесь то есть встречаться 3 детский сад я больше чем уверен стас что тебе ну наверное лет 16 если я тебя обидел тебе 30 вернее ошибся то извини мужик пора взрослеть так дмитрий вановка вот говорю что 80 процентов телок с которым он знакомился знакомцы говорят что у них есть парень и муж насколько это вопрос ну да это так ребята то есть так или иначе в большинстве случаев это проверка и в свое время мы занимались сексом с очень многими замужними девушками там которых были парни так далее по молодости еще нам было вообще пофиг есть нее кольцо или нет кольца на было все равно эти девки охотно изменяли своим мужьян такой прикол так насколько возраст важен при знакомстве в общем при отношениях я еще молодой 18 лет как-то побаиваюсь к старшим на несколько лет проходить мы имеем ввиду 24 25 а у меня вопрос как общаться с девушкой который разговаривает по моим а блять про возраст чутье сказать не знаю подходи к тема до того предела возраста как как девки на тебя ведутся если ты подходишь двадцатилетним они ведутся общайся с ними если к 22 летним они не ведутся не общайся с ними чувак ты не торопись расти в данном случае тебе повезло что 18 у тебя еще все впереди блин я в твои годы музыка как ящик был девственником на самом чтобы да я чек честно откровенный то есть я первый раз потрахался в 19 лет потом я решил что надо как бы это че ты угораешь надо да прикиньте я потрахался первый раз потом я понял что надо наверстывать упущенное хорошую гарантию я всегда честен с вами ребят мне от вас скрывать нечего так у меня вопрос а как вообще пообщаться с девушкой которая разговаривает по мобильному телефону таких ходит процентов 40 могут разговаривать по 5 минут минимум ждать когда закончится вообще не вариант подходишь и говоришь привет уверенным голосом говоришь отвлекись на секундочку то есть она допустим такая нет я разговариваю с подругой ты лишь подруги никуда не денутся а это очень важно повесь трубку скажи что перезвонишь это буквально секундочку может быть такой что девка скажет да хорошо чего хотели и тут ты уже закрывать вопрос в том что вернее важный момент в том что как бы она уже охреневает с тебя потому что ты если с крыши ты настолько наглый что да заставил я повесить трубку может быть девка скажет отъебись там я разговариваю в телефон может просто на тебя посмотрит малыш и она разговаривает с мужем и тот орет в трубку дай ему трубку дай ему трубку у меня разные случаи были ну короче если прям не впервые не втерпел что власть в разговоры и тем что ты такой охреневший наглый мужик попробую ее зацепить не зацепиться не зацепиться шансы примерно 50 на 50 сейчас следующий вопрос да тут осталось принципе немножко надеюсь хотелось бы вот что от тебя получить какой вектор в действиях или без действий нужно выбрать или блять сразу скажу так чувак вопрос как замороченный я не буду не отвечать я даже читать не буду сама процессом сближения действиями ким 10 блять мужик напиши просто я тебе отвечу просто просто сейчас вот я буду полчаса разбуду блять который не руководят на этапе блять чувак ну ты слишком до хера читаешь форму по пикапу где там умники сидят там всякую не пишут я просто не буду читать вопрос потому что он длинный я сейчас буду по нему но разбираться понимать по полчаса там у меня есть пара султан у меня есть пару вопросов может на какой-нибудь ответить первое как взять за свое своя за свои яйца и подходить покажи второе что сейчас дожди я там меня поймут как берешь и подходишь так и 2 вопрос реально что страху под пропадает после десятки подходов или позже не будет или будут месяца проходить вот я скажу тебе так может что ты говоришь тем реально да поеду кого как смотри это исключительно зависит от твоих личных физиологических там психологических особенностей у кого-то знаешь вот у меня бывают клиенты которым просто лысенькие какие-то стремненькие знаешь то есть такие ну не красавцы им такое ощущение что им надо было просто разрешить он иди к девкам они к ним подходят просто на ура сейчас одну секунду да саш ну я сижу где я тебе говорил с чем подходи сюда да не знаю минут 10 все давай снимаю вот кого-то он пропадает быстро страх у меня пропадал очень долго ребят то есть очень долго ну хер знает три-четыре года то есть как пропадал самое главное чтобы ты вот этот страх эффект каменных ног я его называю когда у тебя ощущение что ты не можешь с места сдвинуться замглашет ты перевел его в состоянии волнения такого адреналинчик такого сердца бьется вот эффект каменных ног убрать самый главный а потом от волнения там какой-то будет носа твоя задача будет научиться действовать в условиях этого волнения то есть не давать ему себя победить одному богу в данном случае не знаю сультан может быть аллаху то есть известно сколько раз тебе нужно будет подать и шанс на кашу может быть он пройдет ты потом на месяц забьешь не будешь подходить девушкам то есть через месяц придешь и бля мне так страшно но прикол в том что через месяц ты подходишь двум трем девушкам и все страх опять пропадает но чтоб не подойти надо будет взять себя опять заявить то есть это сугубо индивидуально то есть это такая хрень которую надо практиковать я не знаю чек с чем станете не знаю то есть это вот на велосипеде но расширить или хотя и больше не разучишься а это нихера то есть это знаешь блять ну какой-нибудь бокс не знаю сдул под бокс боксировать то есть тебя это разъебут то есть ты должен все время быть в форме следующий вопрос фэд фэд тэд здорового вам можно ли понять смотря на девушку что она готова познакомиться с тобой чтобы лишнее раз не быть шла швырнуты все хотят так вы узнаешь гарантии получить то есть вот что вот меня сейчас не пошли ты пошли чуваки гарантии нет мои ученики на тренингах они удивляются чему что бывает вот я показываю какая-то стрёмненькая девочка ну скажем так на любителя вот и брат привет там я петя вася как пошел на просто и она настолько выливает негатив да что он любит были просто после этого прайс не может полчаса реально а бывает такая девка значит обувь метровая сиськами с губами такая вся прям просто суперская шикарнейшая вот такие все боятся подходить а ты подходишь и она такая да здравствуйте да спасибо вы тоже думаешь бля вот это пипец короче в одном из моих видео об этом рассказывал кирюша очень красочно рассказывал больших лет а сейчас это мой друг с нет гарантии ребят не будет гарантии не я не знаю то же самое что вы живете нашей стране там скопили миллион рублей а завтра его просто ну как у меня у одного друга было у него лежала полтора ляма вот когда центробанк начал отзывать лицензию банков в один миг просто не стала полтора ляма гарантии вообще в жизни нет никаких человек важно просто после того как ты проебал эти деньги дали там тебя послала девушка научиться идти снова и снова вперед вот это самое главное это важнее наверно так следующий вопрос про возраст не спросил вроде не больше 25 по общению про вопрос если девушка говорит что у тебя завышена самооценка или ты слишком суверен самоуверенный как грамотно отвечать заранее спасибо я обычно отвечаю что у меня адекватная самооценка да там я знаю себе цену ну не знаю можно ответить что там ты слишком суверенный а у тебя что-то самоуверенном омитра есть с собой что ты меня измерил или там да я такой да ни в коем случае не надо пытаться оправдаться у нет я не самоуверенный там и так далее ну опять же смотрите почему она так говорит скорее всего потому что вы включаете какие-то корявые понты да там я классный мужик там не стоит то есть многие насчитавшись алекса лесли там или насмотревшись моих видео они начинают подходить там типа эй слышь там я сейчас посмотрю и может быть захочу с тобой общаться йоу понимаешь то есть это должно быть реально в меру если ты перебарщиваешь что любая девка скажет это что дебил что да то есть так следующий вопрос такой интересный вопрос у меня обычно говорят нужна практика знакомьтесь чаще с девушками и так далее это верно что идет поднятие самооценки уверенности что ты мужчина а что делать если общаешься с одной девушка а сегодня познакомиться с второй ведь нельзя чтобы она знала что я встречаюсь еще с другой когда это дело вновь учиться и больше потерять обеих девушек блять ты ты что в итоге встречаюсь с одной девушкой нельзя даже пытаться общаться и знакомиться с другими верно ли это как грамоту поступать и слушать и ваш и вещи там не знаю 45 девушки девушек разных заниматься с ними сексом периодически общаться с у тебя хватит на это время и они нихера об этом не узнать на сессу тебя хватит мои фантазии а если они у тебя узнают я сажу жевачку если они у тебя узнают это то значит проблема в тебе ты просто не умеешь это скрывать не наоборот каждый это пишет постоянно в комментах как сделать гарем что все об этом знали ребят это очень очень сложно я об этом рассказываю только на мастерских тренингах именно на мастерских который нас проходит раз полгода и это это опять же то есть попытка есть попытаться да то есть но не факт что у тебя это получится вова привет на заканчивать ребят вова привет хотя вопрос еще много но насколько успел настолько успел стоит ли звонить девушке с которой ты познакомился заинтересовал но увидеться с ней в силу определенных причин не мог скажем недели две ты не звонил если возможность что девушка вспомнить тебя и пройдет он пойдет на свидание да стоит да вспомнит если заинтересовал то вспомнит если за эти две недели не нарисовался еще какой-нибудь мужик который оказался в чем-то круче тебя вот этот же мой друг миша он у него был там около 400 контактов девок в телефоне 5 это будет пиздец и короче вот звонил допустим ознакомился зимой а звонил летом девки воспоминали с удовольствием шли на свидание так что пытаться стоит час так еще пять минут сейчас покороче выберу вопрос сегодня делал подходы облажался жестко совершенно был не разогнанный кстати что ты думаешь насчет того что нужно себя разгонять перед подходами если ты это делаешь то каким образом я это не делаю я просто беру и подхожу и вы должны делать также ребят то есть вы все хотите каких-то пилюль волшебных жвачек вот я их сажал сейчас и все девки мои такого нету когда бывает такое что ее штук вы весь такой задроченный уставшие видишь классной девкой для такая попробую несмотря на то что я задроченный устав и ты подходишь и она настолько заряжать я позитивно тогда она может сказать на матрии и ты вообще просто расплывешься просто превратишься в амебу с горя не знаю она размажьте по стенке а может так тебе дать позитива что у тебя будет просто крылатые настроения за пять минут общения с ней никто ничего не гарантирует никто ничего не знает вперед так вот 30-летний чувак наконец-то привет вова и привет всем мужикам на канале хотел бы узнать мнение всех и твоего тоже мне 30 лет нормально прикинуть есть хорошее авто я почти как на авиа я не видел надо возобновил свой пикап после отношений знакомлюсь везде и за два месяца 40 подходов получил 30 номеров телефонов и 20 телок даже трубки не подняли в итоге секс только с двумя это вообще нормально что за на хотя все все обнимаются улыбаются говорят слушай но самый главный сам главная причина что ты ее не заинтересовал значит ты так плохо заинтересовываешь то есть надо работать над этим что если ты их заинтересуешь они все трубку возьмут сами тебе позвонят с другой стороны есть такая блин сейчас бумажку с ручкой ну ладно долго искать да есть у меня есть а подожди сейчас секунду божит девушка где курска а все уши налил ладно сейчас прям две секунды да смотри то есть есть такая как в бизнесе да вот я об этом говорю на своих тренингах что за хуйня а вот есть такая воронка продаж допустим воронка клиентов снимаю в бизнесе и с девками то же самое допустим если ты подошел на улице к пятидесяти девкам да из них дали тебе телефон 30 цифры совершенно примерные это не факт что так из них вызвалились пятнадцать из пятнадцати семь пришли на свидание из семи там с тремя у тебя был секс не знаю с одной ты пошел в загс ну не важно то есть секс это не конец то есть тут еще есть всякие стадии 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 вот чтоб ты понимал мужик что если здесь тебя будет три девушки не знаю там в месяц то не спрашивай меня где у тебя здесь секс и чему его нет да нужно подходить много потому что эта воронка никогда не будет прямой ты никогда не будешь нравиться всем всегда будут девки которые тебя будут сливать единственное что во время допустим обучение во время тренинга там во время каких-то практик подходов вот эта воронка может расшириться вниз то есть здесь конверсия будет уже не три там а 7 допустим но чтобы ты понимал то есть примерно если у тебя одна девушка из трех с которым ты познакомился приходит на свидание то это уже хорошо и наверное так что если где-то девушки две-три из десяти которым ты просто подошел познакомиться у тебя с ними секс то это тоже очень хорошо то есть как бы всегда будет отсев на каждом уровне на каждом уровне этой воронки будет отсев и так мужик ладно вопрос сегодня достаточно хотя там было еще больше на следующий отвечу следующий раз хочу хочу тебе сказать я буду отвечать в дальнейшем на твои вопросы поэтому пиши их вот этим видео в комментариях так же соберется соберется там какое-то количество вопросов я выберу время выпишу их себе там помечу и так же сяду и буду отвечать поэтому задавай сдавай только интересные вопросы они про встречаться или не встречаться вот не забывай подписываться на мой канал с тобой был шамшурин давай пока увидимся спасибо